Добрый день! В этом видео мы поговорим с вами о том, каким образом вы можете устанавливать приложение на телефоны под управлением Windows Phone 7.5. Хочу сразу заметить, что эта операционная система имеет два основных способа установки приложений. Первый способ – недоступный широкой массе пользователей и предназначенный для работы с разработчиками, когда разработчики приобретают специальную лицензию, позволяющую им устанавливать приложение на разблокированный или, как говорится, разлоченный телефон в обход многих систем проверок, находящихся в телефоне. Этот метод предназначен исключительно для разработки и недоступен большинству пользователей. Другой сценарий – это установка приложений через онлайновый магазин Microsoft под названием Marketplace. Мы рассмотрим данный сценарий, как работает магазин Marketplace, какие способы доступа к этому магазину, что следует учесть при работе с соответствующим магазином и тому подобное. Хочу сразу заметить, что есть некоторые нюансы, от которых зависят дальнейшие сценарии работы и мы их сейчас рассмотрим. Итак, мы имеем дело с телефоном Nokia Lumia 800 под управлением Windows Phone 7.5. И давайте сразу перейдем к магазину Marketplace. Магазин Marketplace находится на рабочем столе по умолчанию, либо же вот его иконка. Обратите внимание, уже здесь не просто Marketplace, а еще есть единичка. Это обозначает, что одно из приложений, которое у меня присутствует, требует обновления. Мы потом к нему вернемся. Если вы не видите соответствующие иконки на рабочем столе, вы просто переходите к списку приложений путем горизонтального скроллинга или используя соответствующую иконку. И находите здесь магазин Marketplace в списке приложений. Вот магазин Marketplace загружается. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что необходимо, желательно, работа с Wi-Fi, чтобы существенно сэкономить ваш трафик. Хотя большинство приложений имеют объем несколько мегабайт, но есть приложения и на десятки, и даже на ближе к сотне мегабайт. И загрузка их через Wi-Fi, через мобильную связь приведет к существенным затратам и времени, и финансов. Кроме того, Marketplace автоматически прерывает установку таких приложений и предупреждает о том, что приложение сможет работать только в режиме Wi-Fi. Итак, мы зашли в Marketplace. Marketplace это типичное приложение в стиле Metro Style. И мы видим первый экран, где мы видим соответствующие варианты того, что мы можем загрузить или приобрести в Marketplace. Обычно этот список начинается с производителей телефона, с коллекции, в данном случае, Nokia. Другие производители телефона, будь то Samsung, будь то HTC, предлагают свои варианты. И вы сможете там увидеть именно те приложения, которые предлагают вам производители для работы с телефоном. Ну, мы видим здесь Nokia Maps, мы о них еще поговорим. Мы видим здесь перенос контактов, мы о них уже говорили и тому подобное. Возвращаемся назад в основной список. Также есть подборка программ, также есть фильтр, позволяющий увидеть только игры, музыка и подкасты. То есть, это либо бесплатные, либо платные варианты. Кроме того, если мы выполним горизонтальный скроллер, мы увидим предложение по программам на сегодня. То есть, наиболее, скажем так, популярные мы можем увидеть и сразу установить. Аналогично список игр. Наиболее популярные игры, которые есть, ну и здесь ниже есть все игры. Музыка, соответствующая музыка, которая сейчас популярна. Исполнители, их композиции и тому подобное. И избранная, скажем так, на сейчас. Мы вернулись назад, все очень просто. Кроме того, всегда есть дополнительное меню, позволяющее вам найти нужное приложение. К поиску мы еще вернемся. А мы сейчас рассмотрим, каким образом вы можете устанавливать приложение. Часто используемое приложение, как обычно, это приложение, например, Adobe. Мы можем выбрать здесь поиск. И в поиске написать просто Adobe. Поиск происходит не только по названию приложений, но и по авторам, и по описаниям. И мы видим в вариантах поиска уже предложение Adobe Reader. Это программы плюс игры, то есть это программное обеспечение. Так же есть Adobe Walls, есть Bonital, Fika de Adobe. Есть просто Adobe. Но это все музыка. А нас интересует, собственно говоря, приложение Adobe. Список из найденных приложений. То есть их может быть несколько версий, либо программ разных производителей, называющихся одинаково. Мы видим соответствующий вариант. Давайте посмотрим, кстати, как это будет выглядеть подробно. Давайте попробуем найти Reader. Adobe Reader. Или мы говорим, найди все Reader. Вот здесь мы сейчас видим все Reader. Мы видим Adobe Reader. Мы видим Amazon Kindle. Мы видим Tag Reader. Мы видим Phone. QR. Sorry. QR Reader. И так далее. Список приложений, которые в своем названии имеют Reader, достаточно обширен. Вы можете искать то, что вам нужно. Но все-таки давайте вернемся к Adobe. Что мы здесь видим? Мы видим приложение. Мы видим, что данное приложение бесплатно. Мы видим также сведения. Мы можем их развернуть, либо свернуть назад, если вы не хотите читать подробно. Скрыть сведения. Мы видим издателя. То есть, в данном случае, Microsoft проверяет перед публикацией, кто издатель. Год выпуска приложения. Текущая версия. Объем этой версии. Мы можем увидеть другие продукты. Adobe Reader. Давайте Adobe ничего, кроме Reader, собственно говоря, не выпустил. Мы видим поддерживаемые языки. И какие доступы к сервисам требуются для работы. Это полное требование к приложению. Соответственно, вы о них можете ознакомиться. Отзывы. Мы видим общую оценку. 3 балла из 5. Всего оценок 1983. Почти 84. Кто что писал. Какие оставлял пожелания. Либо просто оценки. И тому подобное. Если вы познакомились, хотите продолжать установку. У нас есть также вид экрана, позволяющий вам оценить, что за приложение вы загрузите. Каждый разработчик, который публикует свое приложение, вправе сколь угодно много опубликовать экрана. В данном случае мы видим базовый экран. И мы можем увидеть второй экран для работы. Похожие приложения, которые также, может быть, работают с чем-то соответствующим по тем или иным критериям. Мы видим, мы можем перейти к ним, если нам текущее приложение не устраивает. И подробности, опять же, мы вернулись назад. Установить приложение. Сейчас происходит подключение к системе. И мы видим, как Windows Phone 7 перешел к списку приложений. И сразу увидели, что здесь появился Adobe Reader. Который, как вы видели, уже установился. Это достаточно быстрый и простой процесс. Возвращаемся назад к Marketplace. Где наш Marketplace? И мы возвращаемся к общий список. Мы только что рассмотрели, как легко, быстро и просто вы можете найти нужное приложение и установить. Если вы не знаете, что вам конкретно нужно. И не знаете имя, которое вы можете использовать для поиска. Когда вы начинаете искать уже по категориям. Например, мы хотим программы. Мы попадаем, соответственно, в список программ. Где есть предложения по текущей, самой популярной программе на сегодня. Где есть категории, которые позволяют вам найти что-то более точно. Извиняюсь. Где есть последние новые приложения. Где есть топовые приложения. В том числе игры, видите, как и подмножество соответствующих программ. Подборка для меня. То есть система, учитывая, чего, где и как интересного я по своим аккаунтам LiveID устанавливал. И, соответственно, мы опять возвращаемся к списку. Итак, я хочу что-то установить. Что именно? Я хочу установить что-то для чтения книг. Мы видим программы для чтения книг. Мы видим, соответственно, топ таких программ. Упс. Мы видим список бесплатных подобных приложений. Что ж такое-то? Мы видим список бесплатных приложений. Как вы видите, они потихоньку подгружаются по мере использования. Мы видим новые приложения, которые были опубликованы недавно. И также мы видим категории. То есть внутри соответствующие категории Books плюс Reference. И могут быть подкатегории. В данном случае нас интересуют и ридеры. То есть читалки книг, аудиобуки и тому подобное. Цена, оценка и тому подобное. Но издевается она мной. Итак, мы можем скроллить. Мы видим различные букридеры. Пусть вас не пугает их обилие. На самом деле, большинство из них это просто скомпилированные уже книги для чтения и для просмотра. Но вы всегда можете найти то, что вам будет интересно. Итак, мы возвращаемся назад. Мы только что познакомились с букридерами. Если нас интересуют социальные сети, как мы уже рассматривали в одном из вариантов по работе с социальными сетями, то здесь у нас есть Social Networks. Мы видим топовые. Мы видим бесплатные. Например, Tango как приложение, обеспечивающее телефонные звонки Voice over IP. С поддержкой видео я могу, опять же, установить. Мне достаточно выбрать, установить. И процесс установки пойдет. Мы видим, как идет подгрузка и установка соответствующих приложений. Пока устанавливается приложение, мы можем вернуться назад. Вот мы видим, даже в процессе 50%. И мы можем вернуться далее к первой странице Marketplace, где выбрать игры. Почему игры? Но чаще всего это самое интересное. Кстати, обратите внимание, пока идет загрузка и установка, мы видим, что нам требуется одно обновление. И в текущий момент устанавливается одна программа. Уже не устанавливается, мы не успели. Это устанавливался как раз Tango. Альхимия предлагает какую-то игру. Альхимию. Давайте посмотрим. Нет, она стоит 1.99$. Хотя есть демо. То есть я могу воспользоваться реальным периодом. При этом система запрашивает доступ к моему местоположению. Не знаю, зачем игрушке знать мое местоположение. Поэтому я откажусь. Вернемся к играм. И давайте посмотрим на игры, которые мы хотели бы поиграть. Здесь много чего. Люблю стратегии и симуляторы. Пока, увы, достаточно много игр, стратегий. Вот таких, особенно пошаговых, почему-то на телефоне нет. Но я знаю одно очень интересное. Мы по поводу игр Xbox Live еще поговорим чуть позже. И здесь... Неужели нет? Ага, вот он. Steam Birds. Очень интересная игрушка. Что она требует? Она требует доступ к музыке и телефон идентифиций для того, чтобы играть в сети. Меня это устраивает. Идет загрузка. И обратите внимание, поскольку я устанавливаю игру, вместо списка приложений у меня отображается список игр. То есть это хаб Xbox Live, в который подгружается сейчас Steam Birds. Steam Birds очень интересная пожаговая игрушка. И пока идет установка, давайте вернемся к Marketplace и выполним обновление. Процесс обновления очень простой. Система автоматически отслеживает все приложения, которые уже установлены в Marketplace и не появились ли у них обновления. И вам отображается, как вы уже только что видели, что в текущий момент для тех приложений, которые у вас установлены, требуется одно обновление. Мы выбираем Marketplace. Установить обновление. В данном случае требуется обновление к Nokia Navigator. Если их много, вы не хотите разбираться, что хотите обновить, вы выбираете просто обновить все. Либо выбираете конкретную игру или приложение. В данном случае Nokia Drive требует обновления. Мы говорим обновить. В действительности здесь теперь можно разрешить доступ к местоположению, потому что это действительно нужно для системы навигации. И мы видим, как происходит загрузка и установка обновления. Сейчас, если мы перейдем к Marketplace, мы видим, что идет установка одной программы для работы. Что дальше? На самом деле, очень часто Marketplace работает не совсем правильно или совсем неправильно. Хочу еще один момент перед тем, как мы закончим, осветить по работе с Marketplace. Работа Marketplace зависит от двух вещей. Первая вещь – это то, какой учетной записью Windows Live ID вы воспользовались при первичной настройке вашего телефона. Если эта учетная запись создавалась прямо при установке, смотрите об этом соответствующее видео, вы должны указать ту страну, в которой вы хотите приобретать соответствующие приложения. Если вы создавали эту учетную запись заранее, то, пожалуйста, убедитесь в том, что зайдя в Marketplace Microsoft, в сеть Zoom.net, вы создали учетную запись, соответствующую, опять же, вашей стране. Или там прописаны настройки вашей страны. Кроме того, это зависит от настроек вашего телефона, его языков, региона и тому подобное. В данном случае мы видим, что у меня регион язык русский, формат русский, регион язык системы русский. В данном случае система обращается к Marketplace, поиску и тому подобное через русский Marketplace. При этом у меня учетная запись английская, что может вызывать определенные проблемы. Здесь мы их не увидели, потому что просто мы видели, что поскольку я использую учетную запись английскую, у меня все отображалось в долларах. Но для некоторых других случаев, например, установка приложений в онлайне через веб-браузер будет вызывать некоторые затруднения. Итак, мы только что установили приложение, мы только что познакомились с тем, как работает Marketplace, мы познакомились с тем, как обновлять приложение и тому подобное. Что ж, я думаю, Marketplace будет вам полезным инструментом для пополнения того, что у вас есть на телефоне. Далее в следующем видео мы рассмотрим, какие еще методы установки приложений через Marketplace существуют для Windows Phone 7.5. Спасибо за внимание. Всего хорошего.